Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир накануне 6 июля. Завтра Демократический Выбор Казахстана организует митинги по всей стране. И тема была у нас следующая. Мы требуем бесплатное образование, поднять заработную плату воспитателям, учителям, преподавателям минимум в два раза. И у этих профессиональных специалистов заработная плата должна быть от 200 до 300 тысяч тенге в зависимости от стажа и квалификации. Мы будем требовать, чтобы вернули бесплатные обеды детям первых и четвертых классов. Это было в 2015 году, в 2016 тоже, и эти были возможности отменены в 2017 году с ссылкой на отсутствие денег в бюджете. Также мы на этом митинге будем требовать повышения заработной платы полицейским. Мы объявили, что в программе Демократический Выбор Казахстана предполагается, что рядовой полицейский будет получать зарплату от 1000 долларов в месяц, лейтенант от 2000 долларов в месяц. Поэтому эти все требования нами предполагалось, что мы будем озвучивать на митинге 23 июня. Но власть захватила все площади, где-то огородила, где-то заранее пресекала возможность попадания активистов на эти места проведения митингов. Поэтому мы наш митинг отложили на 6 июля. Многие задают вопрос, где проводить митинги. Дело в том, что власть все время пытается с нами бороться такими, скажем, смешными приемами. В прошлый раз специально были перемещены сроки. Обычно ЕНТ до 15 июня все сдают в школах. И мы специально сделали на неделю позже, 23 июня. Власти взяли, перевинесли сроки сдачи ЕНТ с 23 июня до 1 июля. То есть в те дни, когда мы организовали митинг. Вот такие вот примитивные приемчики. Затем были предприняты разные шаги, чтобы препятствовать организации митингов, когда студентов запирали в общежитиях или в учебных заведениях, или вывозили горы на отдых и так далее, и так далее. Кого-то заранее, какие-то институты заранее завершили учебу 21 июня. То есть всеми своими действиями власть показывает страх перед нашим митингом. Хочу напомнить, что власть никогда не давала и не дает разрешения на проведение митинга. Люди некоторые цепляются как за соломинку. А вы давали запрос или делали запрос на проведение митинга? Да, были люди, которые подавали запрос в Усть-Камегорске, были в Уральске. В этот раз, например, люди пришли в Уральске подать заявку. Их просто выпроводили, даже не приняв заявку. Это происходит повсеместно по всей стране. И поэтому слова, которые написаны в Конституции, даже в Назарбаевской Конституции, о том, что каждый человек имеет право на выражение своего протеста, на право на митики, право на свободу слова, просто даже в Назарбаевской Конституции не исполняется. Более того, по внутренним законам, которые, между прочим, противоречиваются международным, я сейчас еще раз их откомментирую, говорится, что нужно получать разрешение у местных властей. Ну, вот, собственно, какая ситуация. Местные власти не дают разрешение. Вы это уже знаете прекрасно. Но у нас есть следующее обстоятельство, что Казахстан подписал огромное количество международных договоров. В соответствии с нашей Конституцией, международные договора имеют статус выше, чем внутренние законодательства. Так вот, по международным соглашениям никакого разрешения на проведение митинга или другой акции не нужно. Поэтому мы ориентируемся на международные соглашения, которые Казахстан обязан исполнять, и которые по статусу выше внутренних законов, не говоря о том, что Конституция это право уже написано. Вы имеете право выражать свой протест. И любые действия властей, погонов, прокуроров, полиции, они являются незаконными. Когда к вам стучатся в дверь, говорят, дайте обязательство не ходить на митинги или любые шествия, протесты, они уже нарушают закон, даже действующий, который сейчас прописан в нынешней Конституции Казахстана. Сегодня ко мне пришло много сообщений, что стучат до бой полицейские и говорят, вы идете 6 июля на митинг. Он говорит, какой митинг, человек? 6 июля я иду на площадь. Вы идете на площадь, не ходите. Ну как я могу не ходить, если там будут праздники? Полиция не знает, что ответить. Просто таким образом оказывает давление на людей, просто нарушая, собственно, право человека отдыхать и делать то, что хочет он в дни праздника. Тем более, что 6 июля объявлен днем Астаны, 20-летие Астаны, и проводятся массовые мероприятия по всей стране. Вчера я видел репортажи о том, как якобы полиция, национальная гвардия будет защищать покой и порядок в Казахстане. И вы обратите внимание, как они действуют. Ходят с дубинкой, тыкают. Против кого они собираются так действовать? Если люди выходят на праздник, то есть все действия властей показывают, что они напуганы. Напуганы и очень сильно. Но я могу понять и объяснить все эти вещи, и вы тоже их понимаете. Но тем не менее, я хотел бы откомментировать все действия Насултана Назарбаева. Дело в том, что вы все прекрасно знаете, что этот режим преступный. Вы все прекрасно знаете, что Насултан Назарбаев работает только на государственных должностях, безмерно обогатился его состояние личное, и только Назарбаев оценивается минимум 200 миллиард долларов. Вы все прекрасно знаете, что в нашей стране оказывается тот, кто работает, тот, кто Назарбаев. Потому что он все время рассказывает о своих гениальных детях, о своих гениальных родственниках. Они все миллиардеры, они владеют гигантским предприятием, они вот все делают. Остальные почему-то не могут. Вы не задумывались, почему 18 миллионов человек, такая немаленькая нация, а в нем процветают только родственники Назарбаева и максимум его ближайшее окружение. Они процветают только потому, что они контролируют власть в этой стране. Власть им дает богатство. И все богатства страны не перераспределяются, как правильно должно быть в определенной пропорции. Они, основная часть этих богатств, уходит в политической верхушке, во главе с Нурфултаном Назарбаевым. И когда в прошлом году, в апреле, мы объявили о создании демократического выбора Казахстана, нами была озвучена политическая платформа. Политическая платформа гласит следующее, говорит о следующем. В нашей стране не будет больше никогда должности президента страны. Президента страны, который узурпировал власть, которая стоит над народом. Когда все и вся назначается личным султаном Назарбаевым. Нам такая политическая система не нужна, потому что она приводит к обогащению одного человека и его клана. И мы озвучили, что мы построим парламентскую республику, когда депутаты реально будут избираться народом, и когда народ будет контролировать власть, а не узкая группа контролирует народ. Так не бывает. Во всех ведущих странах мира именно народ избирает власть, именно поэтому богатство страны перераспределяется между всем народом. Поэтому там очень широкий средний класс, не очень много богатых и практически мало бедных. Именно политическая система позволяет правильно перераспределять богатство, а нынешняя политическая система, она все конструирует в руках одного человека. Собственно, когда мы озвучили эту программу, начали наращивать численность наших сторонников, власть была напугана. Именно поэтому демократический выбор Казахстана объявлен экстремистской организацией. Почему она объявлена экстремистской организацией? Вы ознакомьтесь с программой демократического выбора Казахстана. Мы говорим о реформах политических, экономических, когда каждый гражданин равен перед законом, когда богатства страны, они правильно перераспределяются, когда заработная плата не будет такой нищенской, она должна быть минимум в 5 раз больше, а где-то и в 10 раз больше. Мы говорим о социальных программах, мы говорим нет коррупции, мы рассказываем о заработных платах врачей, учителей, о выплатах пенсионерам, о пособиях и так далее. Мы не говорим, что мы будем свергать этот режим, мы говорим, этот режим воровской, преступный, мы его сменим мирным путем, как это было сначала в Южной Корее год назад, когда президента Южной Кореи в результате мирных акций сменили и отменили его власть президента страны, и она была посажена на длительный срок в тюрьму. Но что такое президент Южной Кореи по сравнению с президентом Султаном Назарбаевым? Он уже ворует около 30 лет, сказочно обогатился, и все за счет народа, при этом все это делают его ближайшие родственники. Поэтому, но Султан Назарбаев, опасаясь политического движения, демократические выборы Казахстана, которое сменит его, добьется смены, как в Армении произошло, сменит его мирным путем, в результате мирных акций, когда на улицы выйдут десятки тысяч людей, а в Армении это произошло. Вот этого боится, боится потерять своего наворованного богатства, и существующий репрессивный механизм лице полицейских, национальной гвардии, комитет национальной безопасности, он направляет против собственного рода. Мы разработали программы для полицейских, для военных. Мы сейчас их широко распространяем. И тот уровень оплаты труда, о которых я говорю, в частности, рядовой получать будет тысячи долларов, а лейтенант две тысячи, и все остальное пропорционально значительно выше, это тот уровень оплаты труда, который этот режим не может обеспечить своим, так называемым, защитникам полицейским. Наступит время, и оно не за горами, наши работники полиции, военные, они это осознают, ознакомятся с нашим программой, поймут, что они будут лучше жить, и будут признаны народом, как люди, осуществляющие свой действительно профессиональный долг во имя своей страны, во имя своего народа, и все равно эти люди, военные и полицейские, перейдут на сторону народа. И поэтому сейчас Назарбаев будет стараться их подкупить, поднимать зарплаты, давать квартиры, но он все равно не сможет сделать то, что сделаем мы, правительство, народного доверия, правительство демократического выбора Казахстана. И поэтому я обращаюсь сейчас к полицейским, к руководителям силовых служб, чтобы вы задумались накануне 6 июля, и понимали, что в нашей стране неизбежно наступят процессы, которые произошли в Армении. Именно народ привел народное правительство во главе с Пашиняном во власть. И сейчас там идут расследования, громкие разоблачения политической верхушки, бывших приближенных и родственников, Сергея Сарксяна, президента Армении. Масштаб воровства, то, что происходит в Казахстане, он просто несопоставим во много раз, потому что наша страна богаче, потому что Насултан Азербайев почти 30 лет у власти, он десятки миллиардов ворует и воровал из государственной бюджетной страны. И вы все это прекрасно знаете. Теперь стоит вопрос, как добиться перемен? Когда активисты говорят, что около их квартир стоят по две машины, заранее не получают уведомления и все прочее, это о чем говорит? Что пока у полиции достаточно человеческих ресурсов, чтобы вот такие действия осуществлять. Почему? Потому что протестующих активных еще не так много. Ну вот смотрите, в Астане охраняет так называемый правопорядок 3,5 тысяч человек. Что такое 3,5 тысяч человек, если в городе живет, как говорит Насултан Азербайев, миллион человек. Достаточно получить 10-кратный перевес, и эта полиция, она будет бессильна. То есть достаточно в городе, чтобы вышло 50 тысяч человек на улице с протестом, и 15-кратный перевес не поможет полиции действовать против народа. Пример Армения показал, когда на улице вышло более 100 тысяч человек, полиция просто перешла на сторону народа. Вы должны понимать, что полиции мало. Если сейчас за нашими активистами по 2-3 человека ходят и успевают следить, машины выделять, это только потому, что активных протестующих мало. Когда нас будет много, когда нас будет десятки тысяч, тогда у власти не будет возможности оказывать влияние, оказывать влияние и преследовать наших активистов. Мне сегодня некоторые люди пишут, мы ждем, мы ждем, когда другие выйдут, мы выйдем. Так не получится. Если вся страна будет ждать, когда сосед выйдет, еще что-то заглядывает в окошко, и вся страна будет так действовать, то перемены не наступят никогда. Вы хотите изменить свою жизнь? Вы хотите, чтобы ваша заработная плата была во много раз больше? Вы хотите, чтобы размер пенсии был во много раз больше? Вы хотите, чтобы полиция не преследовала? Тогда единственный шаг с вашей стороны, первый шаг, изменит историю всей страны. Сейчас, когда по телевидению говорят о неком усилении, 6-8 июля, вы же понимаете, что это не случайно произошло. В прошлом году власти не демонстрировали, что как полиция патрулирует улицы, что их много, не показывали, что они как-то не тренируются в преследовании людей, дубинками и так далее. Почему они это не делали? Потому что они сейчас знают, что и появилась политическая организация «Демократические выборы Казахстана», которая объединяет людей, который 10 мая провел первый свой митинг и достаточно успешно где-то в 6 городах прошли митинги протеста. Мы сейчас объявляем митинги протеста по всей стране. Мы добавили к нынешним нашим требованиям еще дополнительные, а именно мы требуем списать потребительские кредиты на сумму 8,5 миллиардов человек и этих людей, которые обложены потребительским кредитом, также 8,5 миллионов человек. Мы также добавили требования, чтобы списать ипотечные займы до 30 миллионов тенге на квартиры, стоимость квартир 30 миллионов тенге. Почему? Кто-то говорит о социальной справедливости, мы не брали кредиты и все прочее. Еще раз хочу напомнить, что но султан Назарбаев накапливает деньги в национальном фонде, потом одним ударом миллиард долларов сливает в свои собственные банки, как коскоп, где в один день туда было залито 2,4 триллиона тенге, это порядка 8 миллиардов долларов, а затем этот жирный кусок, залитый деньгами, покупает Химур Кулепаев за 2 тенге. Так у страны уводятся миллиарды долларов, так политическая верхушка безмерно богатеет, и затем, когда существует восклицание, как же так, вы спишите всем кредиты, я не слышу этих восклицаний, когда семья, политическая верхушка султана Назарбаева утаскивает у страны миллиарды долларов, и эти голоса не говорят, как же так, это же несправедливо, вы воруете государственные деньги, почему эти деньги не попадают нашим гражданам, я не слышу вашего протеста, вы не в ту сторону направляете свое возмущение, как я говорил, что денег в стране много. Цена на нефть в этом году в бюджет страны была заложена 45 долларов за баррель, она сейчас под 80 долларов за баррель, то есть существует гигантская денежная масса, которая приходит в страну, которая будет опять накапливаться и накапливается в нефтяном фонде, а потом они будут растаскиваться, финансировать тельные проекты, которые относятся к политической верхушке на султан Назарбаеву, и вы опять будете сидеть и ждать, когда изменится жизнь, она не изменится. В этом году цены на нефть достигли высокого уровня, такое было в 2014 году. В 2014 году бюджет страны был порядка 50 миллиардов долларов, сейчас около 30 миллиардов долларов, почти двукратный рост произошел, и эти деньги, они не идут народу, они опять снова и снова растекаются по карманам политической верхушки. Естественно, как этому режиму жить дальше, когда развивается такая организация, политическая организация «Демократический выбор» Казахстана. Они будут пытаться разделить ваши голоса, дискредитировать политическую организацию, пытаться дискредитировать меня, пытаться выкрасть меня, пытаться убить меня, пытаться Это всех активистов, которые действуют по стране, не боятся, выходят на протесты, запугать их. Именно поэтому вы видите по центральному телевидению Казахстана полицейских, которые якобы охраняют ваш покой. Вот в Астане только 3,5 тысяч человек полицейских. Еще раз хочу сказать, что такое 3,5 тысяч полицейских против миллионов жителей этого города. Ничего. И полицейских мало. В 2 миллионном городе Алма-Ате их менее 5 тысяч. В таких городах, как Шинкент, Казахстана, их там около 1,5-2 тысяч. Что такое 1,5-2 тысячи на сотни тысяч на миллионных городах? Ничего. И это ваши дети, ваши внуки, ваши друзья, ваши соседи. Полиция живет так же, как сам народ. И поэтому попытки запугать, а это есть попытки, мы все должны воспринимать, что эта власть таким образом хочет себя спасти. Спасти свои капиталы. Потому что они краденые, они ворованные. И поэтому спрос в них за это безусловно будет. Даже не нужно искать доказательств. Доказательства перед вашими глазами. Заработная плата у них исчисляется там максимум под миллион тенге. А одна машина стоит десятки миллионов, сотни миллионов тенге. В Ламборджини они покупают по несколько миллионов долларов и другие машины. Дома стоят десятки миллионов долларов. Самолеты стоят десятки миллионов долларов. Как вы понимаете, доказать их кражу не стоит особого труда. Что делает режим? Кроме того, что режим запугивает, таким образом демонстрируя силу, что вот якобы они охраняют правопорядок, а на самом деле звучит четко. Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, МВД собирали свои службы, говорили, что демократические выборы Казахстана 6 июля проводят митинги. Поэтому мы объявляем усиление по всей стране 6-8 июля. Они боятся возмездия, они боятся, что мы добьемся смены их режима, а затем они будут наказаны, как это происходит в Армении. Наказаны за свои преступления. Теперь я хотел бы сказать о преступлениях этого режима. Никто еще системно не занимался преступлением этого режима, именно в глобальном смысле. Есть разные виды преступления, есть геноцид, есть преступления против человечности, есть военные преступления. Так вот, если говорить о вот этих трех преступлениях, есть международный орган, который стоит над странами, и многие страны являются участниками соглашений международных. Это Международный уголовный суд. Так вот, Международный уголовный суд, Казахстан еще конвенцию соглашений не подписал. Подписала Россия в 2000 году, но не ратифицируя парламентом. Теперь они не хотят ратифицировать, почему? Потому что Путин совершил преступления, попадающие под эти соглашения, военные преступления. Преступления против Украины и против других стран, в Сирии и все прочее. И поэтому он, как глава государства, мог попасть под прямую юрисдикцию этого Международного уголовного суда. Но Казахстан вроде не подписал. Почему Казахстан не подписал? И многие, наверное, думают, ну, значит, получается, Назарбаев не попадет под уголовное преследование Международных сил. Это не так. Я сейчас хочу объяснить. Итак, я хочу привести пример, как работал Международный уголовный суд, например, в случае ряда африканских стран. В частности, в 2008 году президент Судана, действующий глава государства, президент Судана Амар Аль-Башим, был обвинен в геноциде своего собственного народа в Дарфуре. И против него были подписаны санкции на арест. Хотя Судан не является, не подписывал эту конвенцию именно членом этого Международного уголовного суда. Но, когда существуют определенные преступления, то Совет Безопасности ООН может принять решение о том, что этот человек или эта страна попадает под юрисдикцию преследования Международного уголовного суда. Я не буду говорить очень много юридических тонкостей, я скажу следующее. Что, каким образом Назарбаев и его приближенный, как министр внутренних дел Касынов, попадает под действие этого суда. И мы этим сейчас занимаемся, решили заняться очень системно и очень серьезно. Вчера-позавчера известный правосчетник Елена Семенова выступала в Европарламенте в Страсбурге, где рассказывала о преступлениях, режимах против мирных жителей, против людей, которые находятся в тюрьмах. Вы, когда посмотрите ее репортажи, вы просто ужаснете. Людей пытают электротоком, им вырывают плоскогубцами зубы, их пытают, избивают, их подвешивают на морозе и так далее. И это не просто против политических оппонентов, как часто бывает во многих таких диктаторских странах. Это повсеместное преследование, систематическое, на унижение человека, на то, чтобы держать в страхе целую систему, систему уголовно-исполнительной системы, тюрем, зон. И под этими пытками находятся сотни и тысячи людей. Я сам прошел казахские тюрьмы, сидел в двух зонах, я сидел в четырех тюрьмах, и на моих глазах производились пытки, попадали под это месиво десятки и тысячи людей. И сам тоже прошел эти пытки, на грани жизни и смерти находился. Я уже об этом писал, я сейчас не буду об этом говорить, но я могу сказать, что все эти пытки, они так или иначе просачивались в прессу, но не было четких доказательств. Как правило, люди, которые их пытали, их родственники, так запугивались, что они в итоге отказывались от своих признаний. Но сейчас, в последние годы, ситуация кардинально начала меняться. Благодаря социальным сетям, благодаря вот этому телефону, когда эти преступления можно снять на видео, когда человек, которого выстязали, может дать показания, все это является доказательством, свидетельским показанием для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применял эти пытки. Так вот, вот это когда происходят пытки против сотен людей, Международным уголовным судом это квалифицируется как преступление против человечности. Есть и нормы статьи, и у нас преступление против человечности. Когда Казахстан не подписывал соглашение, которое могло сделать так, чтобы любой человек, включая президента страны, мог понести ответственность международным уголовным судом, когда по требам международного уголовного суда выдается любой человек, включая президента страны, для проведения суда над ним. Это ГАСКИй трибунал. Наша юридическая система не соглашалась с этим. Ну и говоря, что да, все не могут быть равны перед законом, у нас есть один человек, первый президент Казахстана, султан Назарбаева, который не может быть привлечен к ответственности ни за одно преступление, кроме одного единственного, за шпионаж в пользу иностранного государства. Вот, собственно, оказывается, именно это является препятствием, когда глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности. Нет. На самом деле, как я вам сказал, в мире немало прецедентов, когда действующие главы государств были привлечены к уголовной ответственности именно Международным уголовным судом в ГАГе. Сейчас необходимые доказательства уже формируются. Елена Семенова выступила в Страсбурге и рассказала лично, как свидетель, которая разговаривала с заключенными, которых убивали, пытали, заводили войска. Это преследование было не единиц, просто, допустим, политических заключенных, а именно тотальные, повсеместные сотни людей. Я вам зачитаю, как объясняется, что значит преступление против человечности. Это как это формулируется. Так вот, это формулируется так. Часть масштабного или систематического преследования, направленного против мирного населения, причем о возможном преследовании преступнику заранее было известно, это квалифицируется как преступление против человечности. И Международный уголовный суд, санкции Совета Безопасности ООН может начать уголовное преследование главу государства. Я даже не говорю о министрии, я даже не говорю о начальниках тюрьм и колонии, я даже не говорю об охранниках и других, которые исполняют такие преступные приказы. Никогда еще Казахстан не попадал в сферу такого международного интереса, который сейчас прикован к нашей стране. Прикован именно потому, что год назад был создан демократический выбор Казахстана, который объединяет людей и который выдвигает легитимные, нормальные требования в соответствии с Конституцией и законами нашей страны. И эту организацию, Насултан Назарбаев объявил экстремистской. Именно поэтому за короткое время, буквально за два месяца, было несколько миссий со стороны Европарламента и международных других парламентов, в частности Италии. Именно поэтому за это короткое время, Казахстан посетила много международных миссий и правозащитных организаций, потому что все преступления режима начали просачиваться, благодаря таким правозащитникам, смелым женщинам, как Елена Семенова, и другим, и тем, кто попал под эти пытки, которые не побоялись новых пыток, и на видео рассказали, как режим их истязает и пытает. Вы посмотрите, пожалуйста, репортажи Елены Семеновой, и вы поймете, что это не просто какое-то демократическое, якобы, государство. Не просто государство, которое вот идет в сторону демократистии. Это самое настоящее фашистское государство, которое систематически преследует людей, убивает, уничтожает и пытает. Казахстан не та страна, чтобы могла не бояться международного преследования. И Назарбаев тоже. Все основные его капиталы спрятаны за рубежом. Да, у него есть имущество, ну, минимум на 50 миллиардов долларов, банки, нефтегазовые предприятия, может быть, даже больше, чем на 100 миллиардов долларов даже. Я отдельно думаю посчитать. Но основные свои богатства султан Назарбаев и его родственники прячутся за рубежом. Поэтому, как минимум, под ударом оказываются их личные активы, как минимум. А в реальности это уголовные преследования. Сейчас, год назад, принят глобальный закон Магницкого. Когда российский юрист Сергей Магницкий был замучен, ему не была оказана просто медицинская помощь, когда его избивали в следственном изоляторе, благодаря его партнерам, его работодателю, фактически был принят закон Магницкого, который позволяет преследовать любого человека, любого высокопоставленного человека, президента и так далее, за преступление против личности, за нарушение законов той или иной страны и вообще международных законов. А теперь посмотрите, что произошло в России. Его били, его молили голодом, ему не оказали медицинскую помощь. И в этом участвовал начальник тюрьмы, в этом участвовали врачи, в этом участвовали ответственные люди Министерства внутренних дел. И все они попали в список Магницкого, и сейчас эти люди преследуются. Они не въездные в Европу, во всем мире. Их капиталы конфисковываются, арестовываются. И если они пересекут границы России, они будут задержаны, их придадут в суду. А что у нас в Казахстане делается? У нас не просто людей морят голодом или просто не оказывают медицинскую помощь, как моему другу Мухтару Джакшу, который более 9 лет находится в тюрьмах. У нас извращенных пытают. Пытают, как страшных концлагерях фашистских застенок. Они ничем отличаются. Вы посмотрите, послушайте, как они плоскоглубцами вырывают у тех людей зубы. Как они их насилуют. Такое было и есть только в фашистских государствах. Если Нусултан Назарбаев вчера прикрывался, то сейчас, после того, как известный правосочетник Ирина Семенова рассказала, показала факты, я вам просто скажу, что депутат Европарламента в шоке. И вся эта машина европейская, она шаг за шагом будет продвигаться и как минимум будет наказан человек, который контролирует тюрьмы и зоны. Это министр внутренних дел, Касымов. Как минимум. Мы сейчас работаем системно. Чтобы эти преступления, доказательства были собраны, оформлены, мы будем их представлять правосочетным организациям, мы будем представлять их европейским структурам, как ООН, например, в Швейцарии, международной, Европарламенту. И везде организована большая группа людей, которые по крупицам будут собирать эти факты и предавать огласки. Но Султан Назарбаев не может прятаться за демократическим фасадом, говорить, что наша страна идет в демократии. Наша страна это фашистский режим, который пытает людей, который запугивает, лишает прав на митинги, собрания, лишает возможности просто что-либо делать. И эта страна уже превратилась давно в тюрьму. Если вчера еще им удавалось это скрывать, сейчас массовые преступления, пытки, они стали уже известными. Известными благодаря вот этим смелым людям, как Елена Семенова. И это называется, полициируется Международным уголовным судом как преступление против человечности. Сейчас нынешний режим как бы расслаблен. Конечно, десятки лет находясь у власти, но Султан Назарбаев убивал своих политических оппонентов потом они оказывается сами стрелялись как за мамбек нуркодилов. Или как расстреляли зверски и просто это была казнь такая демонстративная от Мбека и Сарсимбаева и его помощников. И в этом участвовали представители Комитета национальной безопасности и которые якобы просто похищали людей. И когда до последнего момента Султан Назарбаева это удавалось скрывать, когда он расстрелил людей из жерноземья это тоже удавалось скрывать, но тогда он озвучил, говорил, что это какие-то фанатики или беспорядки были, они разрушили сцену, грабили банки и все прочее. Простой телефон показал, как отряды полиции хладнокровно расстреливали мирных граждан нашей страны. Не было силы, которая все это могла собрать и документировать материалы. я просто вам заявляю, что сейчас создана команда большая, эта команда возглавляет Бота Жеркмали, американский юрист, у нее большая команда американских юристов, европейских, правозащитники помогают, это шаг за шагом будет расследование. За ее деятельность ее брата Искандера и Ренбета обвинились, сфабриковали в разных преступлениях. Сейчас над ним идет суд и так режим хочет отомстить за ее деятельность через ее родственников. Они могут делать и делают, но я вам просто говорю, что наступила ситуация, когда неумолимые машины правосудия будут шаг за шагом надвигаться на этот режим. Шаг за шагом. Многие из вас спрашивают, вот приезжали миссии из Европарламента, а будет результат, а где не результаты, немедленно. Результаты немедленно не бывают через месяц. Это большие международные институты, они очень серьезно подходят к делу. Уже международные правозащитные организации сделали заявление о том, что в Казахстане постоянно производятся пытки. Сейчас Елена Семенова выступала в Европарламенте, она показала, принесла все свои доказательства о том, как они делаются, какие зверские методы применяет этот режим, притом не против единиц, а это систематически проводимая как государственная политика. И все это попадает в разряд преследования Международного уголовного суда, а также действует по правкам глобального закона Магнитского. Так что, уважаемые соотечественники, вы должны знать, что мы сейчас серьезно будем этим заниматься и занимаемся. Просто нужно определенное время, чтобы тщательно подготовить в соответствии с требованием международного права, в соответствии требования применения этого закона, чтобы факты были основательные. И в этом смысле нам нужна ваша помощь. Международная часть, международная поддержка, она будет, она есть, но в основном, в первую очередь, все это зависит от вас, потому что именно вы должны быть активными, именно вы должны разоблачать преступления этого режима, именно вы должны бороться, и только тогда вся эта система начинает действовать и помогать. Просто так пустоту эти системы не работают, только тогда, когда есть обратная связь. Именно поэтому 6 июля мы должны выйти с протестами, выйти на праздники, потому что на этих площадях в этот раз полиция не сможет заблокировать эти места, в местах празднования. В Шимкенте вообще Аким области додумался того, чтобы сделать 3 июля, не 6 июля, а 3, напуганный возможными акциями протеста, потому что действующая власть прекрасно знает, что протест на строение существует по всей стране. Вопрос только стоит в том, насколько все это быстро будет развиваться. Развиваться будет, безусловно, но сейчас наступает ключевой момент, когда от ваших действий начнутся быстрые изменения. Если вы будете выжидать, если вы будете бояться, никаких изменений не будет, или они если будут, будут медленными, очень медленными. Поэтому наша задача является разоблачить этот режим как можно быстрее, оказать на нее давление на этот режим как можно быстрее. кто-то говорит ничего не получится бесполезно, но армяне же смогли, грузины же смогли, смогли без войны в результате мирных действий. Поэтому и мы сможем. Поэтому и мы сможем. 6 июля я призываю вас выйти с требованиями и мы будем наращивать количество наших сторонников и шаг за шагом добьемся перемен. добьемся перемен потому что мы не молчим. Добьемся перемен потому что мы показываем единство народа. Добьемся перемен потому что наши программы все шире распространяются среди народа и мы добьемся перемен потому что в итоге полиция и армия перейдет на сторону народа. Осталось не очень много. Просто нам нужно прекратить бояться. Передавайте свои жалобы. Вы знаете Мы создали специально структуру, волонтер, правозащитные структуры есть куда обращаться. В чате активист ДВК наши админы принимают все эти жалобы и передают дальше. И от вашей активности зависит все. И именно демократический выбор Казахстана активизировал политические процессы в стране. Сейчас власть создает разные подставные структуры, типа Жанна Казахстана, там еще кого-то, всякие шиндыки там, изображает деятельность для того, чтобы раздробить вас, протестный электорат, чтобы создать видимость политической борьбы. Таким образом пытается обмануть. Выдают какие-то темы, отвлекает в сторону, говорят о китайских угрозах. Китайская угроза есть, но кто ее, эту угрозу создал? Ну, султан Назарбаев. Он хочет, чтобы этот народный гнев ушел куда-нибудь в сторону, но не против него. Все изменится. И никакие его богатства не помогут. Не хватит сил, даже преданных полицейских, чтобы преследовать десятки тысяч людей. Наша безопасность заключается в том, что когда выходит и активными становятся десятки тысяч людей, вся полиция уже становится бессильной. Именно поэтому всем тем, кто хочет изменить свою жизнь, всем тем, кто ждет перемен, но не делает свой первый шаг, я обращаюсь сегодня снова и снова. Я призываю вас 6 июля в местах массового скопления людей выйти на акции протеста. И мы с вами изменим страну. До скорой встречи. Слава Богу!